В 1962 году я получил спасение в Пресвикторианской церкви. Никто не передавал мне Евангелие. Я очень сильно страдал из-за греха. И потом, когда я получил прощение грехов, к моему удивлению, я начал меняться. Я начал читать Библию. Когда читаю Библию, Слово входит в мое сердце. У меня появляется вера в Слово. И с того момента я видел, как Господь Бог действует во мне. В последнее время я очень сильно был удивлен нашей миссии. Теперь есть Хор Грачас. Есть организация IYF, волонтерская программа Good News Corps и форум христианских лидеров CLF. Все это вместе используется для того, чтобы передавать Евангелие по всему миру. Особенно однажды я решил посмотреть, как рос ВНП нашей страны. ВНП нашей страны до 88-го года, когда были проведены Олимпийские игры в нашей стране, был очень низким. В то время наша страна была настолько бедной, что правительство не выдавало загранпаспорт гражданам нашей страны. Потому что боялась, что если давать загранпаспорт, тогда граждане уедут за границу и будут тратить доллар. Мне кажется, такой страной в то время была только наша страна. До 89-го года была такая ситуация в нашей стране. После того, как провели Олимпийские игры в 88-м году, в 89-м году, в марте президент НОТЭУ, он объявил о том, что с марта того года людям, которые старше 45 лет, будут выдаваться загранпаспорт. Мне было очень радостно. Я вместе с моей супругой сделали загранпаспорт, потом пошли в посольство США, и я сказал, что мы пришли, чтобы получить визу. Консул спросил меня, вы супруги? Я сказал, да, мы супруги. Он спросил, вы оба хотите поехать в Америку? Я сказал, да. Тогда консул сказал, хорошей вам поездки. Он благословил наше путешествие и дал нам визу. Это была наша первая виза. В марте я поехал в Америку, в Лос-Анджелес. А осенью того же года я поехал в Германию, в город Берлин. И начиная с 89-го года мы начали отправлять миссионеров за границу. На то время нашей миссии на территории Южной Кореи было 30 церквей и 30 служителей. Но все равно мы продолжали отправлять миссионеров за границу. Среди миссионеров были те, у которых были проблемы, которые были плотскими. Но в Библии написано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие во всей твари. Да, были некоторые сложности в нашей миссионерской служении. Было очень много проблем. Однако Господь Бог я увидел то, что наша работа совпадает с целью Господа Бога. Бог говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Теперь мы практически во всех странах отправили наших миссионеров, там мы служим Богу. Сейчас мы через майнд-образование мы начали работать вместе с правительствами разных стран. Нам уделяют землю, уделяют здания. И когда я все это вижу, у меня есть огромная благодарность на сердце, что не могу рассказать словами во всем. Особенно, начиная с 2017 года, в марте, в Нью-Йорке, мы провели форум христианских лидеров CLF. В Нью-Йорке есть очень много служителей, мы их пригласили. Да, не все пришли. Пришло где-то 800 человек. Но на протяжении одной недели мы передавали им Евангелие. Знаете, пастора, когда они слушают слово, да, братья и сестры могут не отличить, но служители могут сразу понять, это по слову или же нет. Те, которые нас не знают, они говорят, что мы еретики, но те, которые нас знают, никто не говорит, что мы говорим ересь. Они все были очень сильно удивлены. Я был в прошлом году в России и проводил форум христианских лидеров. Один пастор спросил, да, и говорит, что он впервые слышит такое Евангелие. И этот пастор говорит мне, пастор Пах, скажите, как вы так просто объясняете Евангелие? Я сказал, знаете, если мы не знаем, все для нас будет сложным, но если мы будем знать, все будет очень просто. Согласны? Это касается также и Евангелия. Когда мы ведем духовную жизнь, самое главное, нужно помнить, что мои мысли отличаются от мыслей Господа Бога. Дьявол, на протяжении тысячи лет управлял людьми и говорил, и вел наши сердца в противоположную сторону от Иисуса. Именно поэтому, когда мы слушаем слово Господа Бога, нам кажется, что это ерунда. Мы говорим о том, что Библия является святой книгой Бога, но если мы слушаем, что там написано, кажется, что все выдумка. Город Самария, когда была окружена, люди умирали от голода, что говорит в такой ситуации Божий человек? Две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будет завтра в это время у ворот Самарии. Тогда сановник царя сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? Когда мы слушаем слово Господа Бога, кажется, что все такое смешное. Лазар, который умер, который уже смертит, Иисус говорит, что он будет жить. Быть такого не может быть ведь. Или когда не хватало вина, Иисус, Он сказал, отнесите воду, говоря, что это вино. Знаете, кажется, что это полностью ерунда. Но интересно, люди делятся на две группы. Те люди, которые говорят, что они правы, они не могут служить это слово, они могут принять. Но те люди, которые думают, что я не прав, для них же принять это слово Господа Бога очень просто. Когда мне было 19 лет, моя жизнь в 19 лет была настолько лукавой, настолько грязной, скверной, что за год до того, как я получил спасение, Господь Бог мне показал, что вся моя жизнь была провальной. Именно поэтому, если я буду следовать за моими мыслями, тогда я потерплю крах. Господь Бог очень ясно показал мне это. Когда я читал Библию, я понимал это слово не через мои мысли, я оставлял мои мысли. Я старался читать Библию и принимать так, как оно есть. Почему? Потому что слово, которое есть в Библии, не подходит в моей душе. Интересно, когда многие люди читают Библию, они читают через свои мысли. Именно поэтому, хотя они читают Библию, они принимают свои мысли. Хотя читают Библию, но слово не попадает в них. Да, мы говорим, что Библия очень ясно говорит нам, что мы получили прощение грехов. Однако, те люди, которые имеют свои мысли, они говорят, я же грешу, как я могу сказать, что я праведен, я же грешник. Они смотрят в рамках своих пониманий и читают Библию. И поэтому проблема. Я много раз прочитал Библию. Десятки раз прочитал Библию. Первый раз, когда читал Библию, второй, третий раз читал Библию, я начал понимать истории, которые есть в Библии. Затем я начал обнаруживать сердце Господа Бога, которое заложено в Библии. Авраам посылает старую слугу, чтобы тот нашел невестку для своего сына. Старая слуга ищет Месопотамию и там встречает Ревеку. Она становится невесткой для Авраама, которая родит потом Исава и Якова. Я прочитал эту историю и подумал, вот как, и все. Но затем я видел, как Яков, который пошел и спрятался от глаз Исава, у колодца встречает Рахель. А они женились, родили детей и живут вместе. Вот как. Моисей, после того, как он убил египтянина, убежал от фараона, и Медяне, он встречает Сифору. Иисус Христос встречает Самарянку у колодца. Я подумал, а колодец, наверное, символизирует невестку. И поэтому у колодца можно встретить невесту свою. Тогда я был еще холостым, и мне хотелось тоже жениться. И поэтому я ходил вокруг колодца и искал себе невесту. В Библии потом я начал обнаруживать, что символизирует колодец. Первый, второй, третий раз, когда читаешь эту историю, ты не понимаешь. Но когда 10, 20, 30 раз прочитаешь Библию, 40, 50, 60 раз прочитаешь Библию, то я начал обнаруживать сердце Господа Бога, которое заложено в Библии. мы проводим организацию IYF, волонтерский программ Гуни Скорс, форум христианских лидеров CLF, потом Рождественская контакта, проводим библейские семинары. Иногда я думаю, это действительно я делал для Евангелия? Это я делал для церкви? Это я делал для Бога? И когда я смотрю, я вижу, что Господь Бог, Он ведет нас. Я мог очень часто увидеть это. Когда я читаю Библию, знаете, что я почувствовал? Евангелия от Марка есть такое слово в 17 стихе «У веровавших же будет сопрождать все знамения, а именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьет, не повредит им». Если вы посмотрите, здесь написано «У веровавших же будут сопровождать все знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Сестра Ким Джоан перед тем, как встретилась со мной, за один день до этого, злой дух начал вести ее и начал говорить, чтобы она спрыгнула с 38-го этажа. Вдруг она услышала голос, который сказал, «Тебе пора отдохнуть. Ты так старалась всю жизнь. Я дам тебе покой». И этот голос был таким сладким. Голос говорит, «Открой окно, спрыгни с окна. Всем людям придется умереть. После смерти все. Ты сможешь отдохнуть. Тебе будет очень спокойно». И ей очень хотелось спрыгнуть. и эта сестра сказала мне, «Пастор, если я бы в тот день выпила бы алкоголь, или если бы я приняла успокоительное, тогда я бы спрыгнула с окна 100%. И в этот момент вдруг она вспомнила свою подружку, которая месяц назад покончила жизнь самоубийством. Они договорились, что завтра пойдут на горы. Они все приготовили. Допоздна они проводили вместе время. Договорились, что завтра встретятся и пойдут на горы. Но интересно, в ту ночь она покончила жизнь самоубийством в ванной. И сестра Ким Чжон, она подружка наверное услышала этот же голос и покончила жизнь самоубийством. Она испугалась и закрыла окно. И на следующий день через другую подружку она пришла ко мне. Я увидел, что злой дух давным-давно планировал, чтобы убить ее. Она развелась с мужем. Шаманка сказала, что ее дочери нужно быть вдали от нее. Она плакала, потому что хотела увидеть свою дочь, но со слезами она отправила свою дочь в город Сеул, а сама же осталась в Пусане. И потом она работала с мамой и с братом вместе. Они очень во многом помогли ей. Но шаманка сказала, нужно прогнать своего брата от тебя, маму прогнать от себя. Она сказала, как я могу их прогнать? Но шаманка сказала, ты брата и свою маму она прогнала от себя. Эта сестра рассказала об этом мне. Но знаете, когда я услышал эту историю, я понял, что сейчас злой дух, для того, чтобы забрать эту сестру в ад, чтобы она покончила жизнь самоубийством, ведет ее. Потому что если была бы маленькая дочь с ней, она не станет умирать. Если будут родители, тогда вероятно тому, что она убийства, но злой дух без конца вел ее. И она только не знала этого. Злой дух. Очень было ясно, как ведет ее. В Библии Иисус говорит, Евангелие от Иоанна написано, и во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Юди Симону Искариоту продать его, дьявол не говорил ей, ты должна спрыгнуть, ты должна умереть. Нет, начал вкладывать мысль. Мы думаем, что я иду за своими мыслями, но на самом деле, это злой дух ведет нас. Но Библия говорит о том, что мы будем изгонять бесов. Эта сестра в тот день получила прощение грехов, и она полностью освободилась от этой зависимости. Интересно, Господь Бог ей дал такую свободу, она живет в такой радости. Я очень благодарен Богу за нее. Будут говорить новыми языками. Это тоже удивительно. Когда мы получаем прощение грехов, знаете, мы перестаем говорить то, что говорили раньше, хотя говорим на одном же языке, на корейском языке. Хотя тот же корейский язык, но слова наши, которые мы говорим, полностью меняются, как новый язык, и мы не понимаем, почему такое происходит с нами. Когда мы получаем прощение грехов, как это мы получаем прощение грехов? Мы же столько согрешили. Это есть говорить на иных языках. Особенно, за что я благодарен, будут брать змей. Если что смертоносное выпьет, не я думаю, много злые люди говорили о нас плохое, строили очень много планов, но здесь написано, что смертоносное выпьет, не проведет им. Я увидел, что никогда у нас не было недостатка. Бог освобождал навсегда, и чтобы яд не мог действовать на нас. За это я был благодарен Богу. Однажды, знаете, о чем я подумал? Когда я получил 62-м году спасения, я стал служить Богу. И уже 60 лет я занимаюсь этим делом. И каждый год я провожу множество семинаров библейских. Настолько много, что не могу посчитать. Вчера была свадьба, вечером было братское собрание, а до обеда у нас был форум христианских лидеров, потом многие люди приходили на общение, я был очень занят. И потом мы записывали проповедь для видеообращения, со многими я общался. Но знаете, за что я благодарен? До сих пор я, живя в этом мире, ни разу не было такого, чтобы из-за состояния здоровья я бы не смог бы провести библейский семинар. Ни разу такого не было. Больше 60 лет я прожил, передавая слово, проводя семинары. Если что смертоносное выпьют, не привезет им Господь Бог говорит, что если мы будем жить ради Евангелия, будет так действовать у нас. Я был очень благодарен за это Богу. Фиджи нам сказали, мы поехали в Фиджи и провели библейский семинар в 2015 году, если я не ошибаюсь. И где-то 70 служителей из Фиджи участвовали на нашем семинаре и получили прощение грехов. Мы начали работать с пасторами в Фиджи, им было очень хорошо. И методистская церковь в Фиджи, территория Фиджи раньше принадлежала в Великобритании. Однажды королева Великобритании собрала представителей Фиджи, позвала их в Великобританию. Она сказала, я не хочу править страной Фиджи. Я хочу, чтобы Иисус Христос правил Фиджи. Если вы поверите в Иисуса Христа, если вы будете служить Ему, тогда я готова освободить Фиджи, дать независимость. Представляете, наверное, только Великобритание может дать такое. знаете, многие страны, когда захватывают, все отбирают. Но она сказала, я хочу, чтобы вы получали руководство от Иисуса Христа, а не мое руководство. Они сказали, хорошо, тогда мы будем служить Иисусу. она обещала, хорошо, тогда я дам независимость для страны Фиджи. И так страна Фиджи стала независимость государства. И Методийская церковь стала центром христианства Фиджи. И они начали верить в Бога. Когда они встретились с нами, многие служители Фиджи изменились. Но из центрального офиса Методийской церкви собрали людей и спросили, скажите, пожалуйста, с кем вы в последнее время стали общаться, что так изменились? Тогда сказали, мы общаемся с пасторами из Кореи, с миссией Гуньюс Мишен. Тогда Методийская церковь Фиджи позвонила Методийскую церковь, которая в Корее. И они спросили, что это за церковь Гуньюс? Вы извините меня, но мне сказали о том, что Методийская церковь Кореи сказала, что наша миссия является еретиками. И тогда что произошло? Центральный офис сказал, что вы перестали работать с корейской церковью Гуньюс. Некоторые служители из Методийской церкви пришли к председателю союза и сказали, пастор, это неправда. Миссия Гуньюс, с которыми мы встретились, это очень хорошая церковь. Тогда центральный офис Методийской церкви Фиджи не знал, что сделать, и в 2016 году во время всемирного лагеря в Корее отправились своего человека. И сказали, ты должен поехать в Корею и точно узнать, что это за церковь Гуньюс и потом приготовить доклад. Этот пастор, он приехал в Корею, получил прощение грехов и родился свыше. И потом он написал в своем докладе миссия Гуньюс, которую мы увидели в Корее, она такая сильная с Духом Святым, такой церкви в этом мире больше нет. Затем написал, когда была церемония открытия всемирного лагеря в городе Пусан у пляжа Хеунде, с раннего утра начал идти дождь. И нам было очень любопытно, что же будут делать в такой ситуации. Но служители миссии Гуньюс, они собрались и молились Богу, чтобы Бог прекратил дождь. А что еще удивительно, служители, когда молились, они верили о том, что Господь Бог прекратит дождь. Церковь с такой верой нигде в этом мире больше нет. Что еще удивительно, это то, что целый день шел дождь, но за час до церемонии открытия дождь прекратился и небо стало ясным. все мы были удивлены. Миссия Гуньюс это церковь, в которой действует Бог. Но это правда, что многие люди говорят о миссии Гуньюс очень плохое, но там в этой миссии действует Бог. Я увидел лица этих участников лагеря. Тысячи людей собралось и ни один студент не спал во время лекции. Не было людей, которые возмущались. Если пойти в туалет, там всегда было убрано, было чисто, не было людей, которые спорили, там был всегда покой. Это миссия, с которой мы должны работать. В 2017 году я поехал в Фиджи. Я встретился с председателем методистской церкви, и знаете, что он сказал мне? Пастор Уксупак, пожалуйста, простите меня. Я должен извиниться перед вами. Мы были неправы. Наша церковь в Фиджи готова получать руководство от служителей миссии Гу-Ньюс. Пожалуйста, учите нас. В 2018 году пастор Ким Саугун и пастор И Ган-О и некоторые молодые служители поехали в Фиджи и проводили семинары. В 2018 году на протяжении одного года в ста церквях проводились семинары и многие люди получили прощение грехов. Всего в Фиджи 1500 церквей. До сих пор осталось 1400 церквей. И когда мы думаем, что нужно посетить все церкви, даже 10 лет не хватит, чтобы передать слово всех церквях. Именно поэтому есть многие христиане во всему миру и они хотят услышать Евангелие Миссии Гунюс. Они хотят учиться этому. В прошлый раз на острове Цеджо мы проводили собрание пресс-фикторов. Мы проводили молитву. И тогда я подумал, что если поехать на остров Цеджо, там очень много хорошей земли, и было бы хорошо, если мы бы здесь построили центр, потому что на остров Цеджо иностранцы могут поехать без визы. И сюда будет очень удобно ехать и иностранцам, я подумал. И мы начали искать место для того, чтобы тренировать служителей. Если собирать тысячи служителей и целый месяц тренировать, тогда в год так скажем, два месяца нужно проводить разные мероприятия, тогда десять месяцев, и тогда в год мы можем тренировать десять тысяч служителей. В данный момент восемьдесят четыре тысячи служителей получили прощение грехов, но теперь нужно учить их, как жить по вере после прощения грехов. тренировать, и я подумал, что если будет где-то три миллиона долларов, тогда можно будет приобрести землю, и потом где-то нужно будет десять миллионов, чтобы построить хороший центр, и тогда каждый год мы можем тренировать по десять тысяч служителей. Но знаете, пастор Ан из Америки, он позвонил мне и сказал, что в Спрингфилде есть кульш теологический, очень хороший. Он продавался за восемь миллионов, но никто не покупал, потому что сейчас теологические институты не популярны, только у нас это практикуется. И вчера мы официально получили документы и ключ от института. Там есть территория размером 330 гектар и здание размера 330 соток. На горе Тэдок здание один этаж занимает 10 соток. То есть получается практически в четыре раза больше здания. И там есть спортивный комплекс, есть бейсбольное поле. И потом вечером мне отправили фотографии. Было очень интересно. Завтра я поеду туда и буду уже строить точные планы. и начиная с мая средняя Америка Южная Америка и из африканских стран. Если мы будем выдавать приглашение тогда если нет так скажем нарушений в законе тогда они могут официально приехать к нам и мы хотим чтобы много служителей приехали к нам в Америку и тренировались у нас. Все это стало возможным не потому что мы делаем хорошо а потому что многие люди которые не знают этой Евангелии которые веруют неправильную религию которые говорят что верят в Иисуса Христа но которые продолжают говорить что они грешники покаяния и прощения грехов Евангелия от Матфея Марка от Луки и от Юана и все эти книги в конце говорят о том что когда мы будем передавать Евангелие Бог будет нам помогать когда мы покупаем землю в этот раз я хочу чтобы и братья и сестры Хангнамской церкви тоже немного пожертвовали пока еще мы не жертвовали ни копейки вчера из нашей центра прессы сказали что они хотят пожертвовать какую-то сумму интересно я видел как Господь Бог полностью наполняет все деньги которые нам нужно да я хотел сказать чтобы Хангнамская церковь немного пожертвовала для этого в этот раз мы хотим купить некоторые приборы для столовой и нужны люди которые будут там работать но знаете в том деле которое я делаю Господь Бог очень ясно показывает что в то направление по которому мы идем совпадает с Библией некоторые люди говорят что мы проводим рождественскую контакту зря знаете есть люди которые попали под искушение слушав что мы проводим рождественскую контакту два человека таких Господь Бог умер пролив свою кровь а мы продаем билеты даже сделав скидку для них и это очень хороший концерт но люди из-за концерта о Христе попадают под искушение потому потому что у них действительно не хватает мысли ради Христа сделать это в чем здесь проблема если через это все люди смогут услышать Евангелие разве это плохо чего жалко будет тогда скажите я не хочу заниматься чем-то особенным Господь Бог позволил чтобы я начал заниматься миссиянской школой если Бог бы не открыл путь мне было бы невозможно Господь Бог один за другим Он действовал сейчас братья и сестры которые получили спасение они не думают что они стали высокомерными они следуют за своими мыслями уходят из церкви но интересно когда уходят и следуют за своими мыслями они очень легко впадают в грех начинают пить курить когда был суд собрались многие служители и один брат который ушел из нашей церкви он был до недавних пор служителем но у него в кармане была зажигалка и ему нужно было проходить металлоискатель и чтобы никто не увидел он бросил эту зажигалку на пол но охранник спросил мужчина ваша зажигалка упала он сказал это не мая тогда охранник сказал это ваше тогда служитель которые были рядом просто промолчали знаете сохранить веру это очень важно смотрите даже например вы хорошо умеете плавать но вы можете сейчас плавать но вы же не можете плавать месяц два месяца подряд дьявол делать чтобы мы слушали неправильность слова слухи и начинаем не ценить церковь библии что говорит господь бог идите по всему миру и проповедуйте евангелие во всей твари именно именно поэтому теперь мы хотим чтобы наши братья и сестры также поехали за границу жили за границей и что не обязательно ехать миссионерами в Бразилию можно работать в Бразилии но вместе служить Господу Богу поддерживать служение в Бразилии поехать учителями и читать мои лекции мои лекции которые мы проводим знаете в этот раз мы проводили фестиваль я был очень сильно удивлен брат который был наркоманом я смотрел его спектакль который был поставлен как мюзикл знаете люди видя как он освободился от наркозависимости они были очень сильно впечатлены в Филиппинах президент Дутерте объявил войну против наркотиков наркоманы которые признались что они употребляют наркотики их всех арестовали мы в прошлом году с городом Токум начали работать и читать мои лекции для наркозависимых люди которые употребляют наркотики они собраны в одном месте и мы им рассказываем о вере об Иисусе Христе и это очень хорошо в Филиппинах учителя собираются для того чтобы научиться у нас потому что нашим образовательной системой радуется не только плите но и правительство поэтому все учителя хотят научиться у нас и если они проходят тренировку у нас тогда они получают дополнительные баллы и мы тренируем каждый год по 10 тысяч учителей но все равно в Филиппинах ведь намного больше же учителей именно поэтому надо еще многих тренировать мы в дальнейшем хотим собрать людей которые будут читать мои лекции нам нужны люди которые будут их тренировать мы хотим отправить им книги поэтому сейчас мы готовим учебники специально для этого Господь Бог Он открыл ворота Евангелия перед нами и правительство многих стран они видят что проблема молодежи не решается но если отправить молодых людей в организацию Айвэф они меняются они своими глазами видят как молодые люди меняются поэтому я вы извините меня пожалуйста я знаю немножко Библию разве я знаю английский разве я знаю немецкий или французский я ничего такого не знаю но Господь Бог Он открывает передо мной путь я вижу как Он действует я за это очень благодарен Господу Богу что не могу словами все это описать насколько я благодарен это удивительно сейчас мы почему наша миссия может так идти вперед сильно не потому что я умный не потому что я использую хороший способ а потому что Господь Бог хочет чтобы мы пошли по всему миру и проповедовали Евангелие всей твари наши многие люди идут за границу слушать но интересно сейчас в данный момент многие люди передают слово но не говорят о прощении грехов они передают слово говорят об Иисусе но остаются грешниками люди продолжают находиться во грехе Евангелие от Луки 24 главе 47 стихе написано проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах начиная с Иерусалима это есть воля Бога воля Бога заключается в том чтобы покаяние и прощение грехов было передано знаете многие люди говорят о том что ой Господи я согрешил я сфоровал я не думаю что это есть покаяние но покаяние в нашей миссии это то что внутри нас есть только зло именно поэтому я не только следую и признаюсь что я что-то сделал плохое а я признаюсь что я не могу следовать за моими мыслями с того момента как Адам и Ева согрешили тысячи лет дьявол вел нас именно поэтому дьявол вел нас в противоположную сторону от Господа Бога поэтому поскольку дьявол действует я должен освободиться от моих мыслей и только тогда я могу войти в эту истину но среди нас скажите разве есть люди которые не грешат такого человека нет все согрешили их всех мучает совесть но кровь Иисуса Христа нас ясным образом очистила нас но дьявол сделал чтобы это было не ясным и хотя мы говорим что на кресте наш грех омыт но в то же время мы говорим что наш грех остался и поэтому я отвергаю крест и мы передаем это Евангелии знаете я не умный не особенный я прочитал десятки раз Библию начиная от бытия до откровения я понял что целью Иисуса Христа это был крест чтобы и кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов Библия говорит нам что кроме крови Иисуса Христа другого способа чтобы очистить наш грех нет Иисус Христос умер на кресте но если Он не смог все равно очистить наш грех тогда мы со страхом можем ждать дня сюда на сегодняшний день многие люди говорят что верят в Иисуса но в то же время они называют себя грешниками они говорят что Иисус Христос умер на кресте но я же грешу поэтому я грешник однако если мы внимательно прочитаем Библию это не так Иисус Христос совершенным образом очистил наши грехи Он не оставил ни капли нашего греха Он совершенным образом чистейшим образом очистил наш грех именно поэтому мы веруем что кровью Иисуса Христа наш грех омыд это и есть вера в Иисуса Христа а если мы говорим что Иисус Христос умер на кресте но и остаемся грешниками это значит что Иисус Христос просто пролил кровь и ничего не сделал другими словами Он зря умер на кресте но это ведь ерунда как такое может быть но в то же время когда мы говорим что кровью Иисуса Христа наш грех омылся тогда люди говорят что мы еретики мы через форум христианских лидеров многим передавали Евангелие слово в этот раз в Гонконге некоторые люди в Гонконге пришли и начали говорить что мы еретики что говорим ересь и они позвали пасторов в Гонконге и сказали что они скажут почему наша миссия является сектой они начали говорить что мы даже не молимся не приносим десятину очень много плохого начали говорить о нас они начали говорить что мы не каемся перед Богом да послушав наши все обвинения и пастор наши миссии пастор Игангбуд тоже участвовал на этом форуме и организаторы теперь сказали миссия Гуню сможет миссии хочешь что-то на это сказать наш пастор сказал да хорошо я скажу и он начал рассказывать что такое покаяние мы не делаем так чтобы каждый день просили Господа Бога прощения но для нас покаянием поскольку мы являемся зло во всякое время мы не веруем в себя и мы отвергаем полностью все что есть у нас это есть для нас покаяние мы не говорим Богу Бог я обманывал что-то своровал не это является для нас зло а истинное зло является то что все что у меня есть это зло и это есть покаяние для нас и тогда сказали что да это есть истинное покаяние и наш пастор сказал мы должны молиться мы вчера проводили целый день молитвенное собрание потом начали говорить что у нас нет десятины знаете я им хочу показать наш специальный конверт для десятины и христианские лидеры в Гонконге спросили у тех людей которые осуждали нас вы же говорили что они не молятся они молятся ой мы не точно знали тогда даже точно не зная об этом вы осуждаете как такое может быть один наш брат тот в каком получил прощение грехов его супруга ходила в нашу церковь и он узнал что это церковь секта и поэтому он пошел в центр который называет нашу церковь сектой он сказал моя жена ходит в церковь в пасторок супака тогда там сказали ой вы что беда случится да я согласен что сделать нужно ему сказали нужно чтобы она немедленно ушла оттуда вот и поэтому я пришел к вам я много слышал о том что миссия пасторок супака секта но я не знаю почему она является сектой я хочу чтобы вы объяснили чтобы я мог подробно рассказать моей супруге об этом а вот как это точно секта а скажите что именно является сектой почему вы не понимаете весь мир знает что это миссия секта а да но вы пожалуйста простите я не знаю скажите именно что именно является ересью чтобы я мог объяснить моей жене потому что я же не могу сказать чтобы она просто не ходила в эту церковь тогда начали говорить что тут объяснять все знают что это церковь секта вы пожалуйста простите меня весь мир знает но я не знаю и я должен вытащить оттуда мою жену я не знаю поэтому я специально выделил время чтобы узнать у вас об этом если вы знаете расскажите пожалуйста в чем проблема тогда я ему сказал вы что не понимаете меня весь мир об этом знает почему вы не понимаете меня хорошо пусть весь мир знает об этом но я же могу не знать объясните мне Вы же можете объяснить?» Тогда ему сказали, «Не о чем говорить». Тогда этот человек спросил, «Вы же не знаете, да? Если бы вы знали, почему бы вы не можете рассказать?» И тогда он помил в свое сердце и понял, «А, они даже не знают, в чем является гересь у церкви Гунюс». И, придя ко мне, он очень подробно об этом рассказывал. Потом получил спасение и стал братом нашей церкви. Знаете, Господь Бог, Он совершает удивительное дело. Он меняет церкви по всему миру. Служители, которые в этот раз тренировались у нас, все они очень драгоценные служители. Служители. Это служители больших церквей. Это очень известные служители. Они приехали в Корею. Но, знаете, Господь Бог благословил их, пожалел их. И поэтому зимой было не так холодно у нас. Они говорят, что сейчас холодно, но на самом деле ведь в этом году даже не было холодно. Зимой было как весной. И хотя здесь еда, может, не совсем подходит им, им было непросто, но все они терпели. 95 человек тренировались в этот раз. И теперь одна неделя последняя осталась, и потом они все возвратятся в свою страну. Знаете, мы не делаем для того, чтобы наша миссия росла, лишь чтобы возвысить себя, а чтобы проповедано быть во имя Ему, покаянию и прощению греху во всех народах. Чтобы эта истинность была передана во всех странах. Это и есть воля Господа Бога. И когда мы этим занимаемся, знаете, я не особенный, я не умный, но Господь Бог в тысячах, в десятки тысяч делах помогал мне. В марте 2017 года мы провели в Нью-Йорке форум христианских лидеров. Собралось 800 служителей. И одну неделю мы проводили форум. Все они до единого удивились, услышав слово. Куда мы не ходили бы? Знаете, люди собираются. В этот раз в Бразилии собралось 500 человек. В Перу 400 человек. В Парагаях 300 человек. Только пасторов столько собралось. И я проводил лекцию. И когда я вижу, как мир меняется, я так был удивлен, так был впечатлен, так был благодарен Богу. Господь Бог, Он поставил Давида царем. Когда Давид был у филисимлян, и когда Саул умер, и когда Сикелак горел, Давид возвратился в Иудею. И он спросил Господу Богу, куда пойти? Тогда Бог сказал пойти в Хеврон. Когда он пошел в Хеврон, там собрались все представители Калинина Израиля и помазали Давида царем. После того, как он стал царем, что сделал Давид в первую очередь? Он пошел, чтобы уничтожить Евусеев. И в этой Нагорной крепости, где жил этот народ, там жил человек по имени Орна. И вот Давид, он пошел, потому что знал, что Господь Бог хочет там построить храм Божий. Это Нагорная крепость. Там есть гора, и в конце есть город. И поэтому он был таким сложным для захвата. Когда я был в Израиле, мне рассказывали, как был захватен город Рагис. Раньше, например, если строили стены, тогда строили, ну, где-то 20 метров. И поэтому, когда враг напал, чтобы захватить город Рагис, он ничего не делал. Они начали просто собирать напротив города, напротив стены песок. И за несколько дней начали поднимать такую гору из земли, которая была выше, чем высота стены. И таким образом был захватен город Рагис. Но город Иевус, это было Нагорным городом. Это была крепость, которая на горе. Поэтому там невозможно строить гору из песка. Это было недоступным для захвата города. Именно поэтому жители Иевуса что сказали? Что даже слепые и хромые нашей страны смогут победить тебя. Но Господь Бог дал Давиду мудрость. И используя канализацию, ночью он сказал своим подчиненным, чтобы они прошли через канализацию. И так они захватили город Иевус. И потом на земле Урна был построен храм Божий. И после того, как израильский народ вышел из Египта и когда Соломой начал строить храм для Господа Бога, прошло 480 лет. Господь Бог очень хотел построить храм. И Давид, он знал, что хочет Бог. Сердце Давида было всегда по сердцу Божьему. Поэтому он захватил эту гору. И Второе царство написано в 7 главе. Когда царь жил в доме своем и Господь успокоил его от всех открестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот, я живу в доме Кедровой, а ковчег Божий находится под шатром. Да, то есть я стал царем, живу во дворце которого из Кедра, а почему же ковчег Божий находится под шатром? И у него появилось желание построить храм Божий. И начиная с 8 главы Второй Царств, что происходит? Давид, он воюет, сражается и всегда одерживает победу. И через то, что он выиграл на войне, он копел для того, чтобы построить храм Божий. И потом привез кедр и приказал строить храм Божий. Все это было для того, чтобы построить храм Божий. И Господу Богу было это угодно, поэтому Бог помогал ему в сражении. Знаете, в Библии я увидел, что Господь Бог хочет, это Евангелие, которое говорит, что кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов. Бог хочет, чтобы оно было распространено по всему миру. Но интересно, о Иисусе Христе все знают, но не знают о прощении грехов. Поэтому многие люди верят в Иисуса Христа, но остаются грешниками. Поэтому они верят в крест Иисуса Христа, не зная о прощении грехов. И продолжают верить в это. Именно поэтому мы, передавая это Евангелие, чтобы они освободились от греха и чтобы они получили прощение грехов. Раньше, когда я хотел пресвектринянской церкви, мы пели о прощении грехов, о прощении грехов. Ни золота, ни серебро, но драгоценной кровью Иисуса, Агнца Божьего, мы получили прощение грехов. Драгоценной кровью Иисуса, Его кровью мы получили прощение грехов. Пели гимны с такими словами, а потом, когда говорим, давайте помолимся, мы говорим, Господи, мы грешники. Мы жили такую жизнь, которая даже смешна. Почему? Потому что мы не знали. Лучше тогда вообще не петь такие гимны. Гимны, в котором нет души. Говорим о дивный день, о чудный день, когда Спаситель очистил все мои грехи. О, радостно, о дивно, Господь очистил все мои грехи. Мы поем гимны с такими словами, потом говорим, ой, Господи, прости такого грешника, как я. Мне кажется, если это был бы не Бог, он бы и запутался. Но в то же время они не знают, в чем проблема в их духовной жизни. Они говорят, что мы являемся сектой, потому что говорим о прощении грехов. Сегодня один пастор свидетельствовал, который приехал в Корею, чтобы тренироваться. Он узнал эту истину. И теперь они поедут в свою страну и будут рассказывать о прощении грехов через кровь Иисуса Христа. Представляете, как будет радостно Господу Богу, видя все это. О, наконец-то люди в этой стране получают прощение грехов. Они говорят, аллилуйя, потому что получили прощение грехов. Раньше они плакали, говорят, что у них остался грех. Я думаю, что Господь Богу будет теперь очень радостно. Только в этом году, в 2019 году, я облетел землю один раз. И теперь, если я пойду в Корею, уже не второй круг, но все равно полкруга вокруг земли я проделаю ради Евангелия. и я передаю этой Евангелии. Каждый раз, когда люди получают спасение, я вижу, как Дух Святой действует и у меня есть огромная благодарность. Дорогие братья и сестры, я говорю, верующие будут сопровождать все знамения. Имени Мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Многие люди хотели причинить мне вреда, но никто не смог причинить вред. В Библии написано, не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла. Господь Бог обещает, что Он будет защищать нас. Многие люди осуждали Меня, но все равно какой бы яд люди не готовили для Меня. Я видел, как Господь Бог защищает Меня. Почему? Не потому, что я умный или я добрый. Я тоже злой. Я тоже был таким же, как все, но я осознал мой грех. Я покаялся в моем грехе, и я не стал верить моим мыслям, потому что я был злым. И я поверил в Слово Бога. И когда я поверил в Слово Господа Бога с пустым сердцем, что говорит Слово? Если Бог говорит, что я праведник, значит, я праведник. Правильно? Если Бог говорит, что я свят, значит, я свят. Вот так я поверил. И Господь Бог даровал нам благодать Свою. В этот раз 95 человек приехали в Корею, чтобы тренироваться. И я хочу, чтобы они сохранили это драгоценное Евангелие из крови Иисуса Христа. Верили, что наш грех омыл. Иисус Христос тогда будет действовать в нашей жизни. Мы передавали это Евангелие. На протяжении 66 лет Господь Бог помогал мне. Чем бы я ни занимался, Он помогал и ввел меня. А сейчас весь мир. Знаете, я думаю, что в ближайшие годы Корейская Церковь придет и к нам. Я не сомневаюсь в этом. И когда мы передаем это Евангелие по всему миру, даже через таких некрасивых, как нас, Господь Бог получает славу. Он получает радость. И это удивительно. Дорогие братья и сестры, до сих пор вы жили ради себя, ради своей плоти. Давайте теперь будем служить Господу Богу. Давайте всем сердцем будем служить Ему. Попробуйте жить ради Евангелия. Тогда это будет очень радостно для Господа Бога. И в тысячи, в десятки тысяч, я уверен, Бог будет давать нам благословение. И когда я смотрю, как люди живут ради Евангелия, то вижу, что как их дети, как их старость, во всем Господь Бог помогает нам. И я уже не заботюсь о себе. Я служу Господу Богу. Когда Бог заботится обо мне, это в тысяч раз больше, в десять тысяч раз лучше Бог заботится о нас. Давайте мы меньше будем заботиться о себе. И давайте мы будем серьезно относиться к Евангелию, к делам Евангелия. Понимаете это? И чтобы мы стали драгоценными людьми, которые исполняют волю Божию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова